Всем привет! Сегодня у меня необычный ролик Я постараюсь его не развозить и не рассусоливать Почему? Потому что это и не отзыв Это призыв Призыв Я в очередной раз начал перечитывать Антона Семеновича Макаренко Почему? Потому что первый раз я его читал до того, как стал чиркать книжки Понимаете? Я их раньше не чиркал, как положено, аккуратно, все читал, не дай бог Что-то там где-то, листочек загнул или еще что-то такого, понимаете? А вот теперь уже сколько-то лет, как я чиркаю Соответственно, акценты в башке уже чуть-чуть другое Другая информация, другой опыт и так далее Призыв Я хотел это снять после прочтения первых 25 страниц Сдержался Потом где-то в районе 40-50 Опять сдержался Потом прочитал сотню Держался изо всех сил Начал читать 101 страницу Опять закусил и сдержался И вот прочитал первую главу Там она как раз 200 Там всего три главы В педагогической поэме И в общей сложности около 600 страниц Вот я первую главу прочитал и понял, что нет Начал вторую Надо И понял, что я запишу не обзор, а призыв Знаете, с некоторыми зачитываниями, как из ба-читания Затем, чтобы пробудить в вас интерес Чтобы не рассказывать вам потом с бахского плеча о чем-то А рассказать призыв Итак, первые 25 страниц Соответственно, с чего все начиналось? С того, что его вызвали к начальству Его учителя, имеющего там лет 7 Педагогического стажа Ну, по-нашему, наверное, все-таки в начальной школе И так как он был уже где-то С началом советской власти уже где-то кабинетным работником Ему это тоже слегка поднадоело И он там все время что-то ругался, двигал там Все что-то там, в общем Не был равнодушным клерком Вот он попал к начальству Которая ему предложила Что, ну вот слушай, знаем мы твои баталии Понимаем, что ты человек в большей степени практически Надо заняться вот этими всеми нашими беспризорниками И этот разговор частично, видите, я весь почиркал Там все просто Мы все знаем, что после там революции Слышали, во всяком случае Была такая тема, как называлась Философский пароход То есть шибко умных людей собрали Причем не научно умных А именно вот этих вот Теоретически, гуманитарно, философско умных людей И выпнули их Не нравится? Свободны Но вот судя из книги Вот этот слой людей Которые в царской России, допустим Занимали Тему образования Они все остались Ну как бы Новой власти и государству Школа нужна? Нужна Работать надо? Надо Ну и как бы это же не какие-то там опасные люди Это не бывшие военные Еще никто Клерки, педагоги и так далее Вот этой всей педагогической Они все остались Так как Народное образование То, которым занимался, допустим Папа Владимир Ильича Это было одно Церковно-приходское другое А вот для других Слоев, более имущих населения Слоев населения Те, которые, собственно И составляли Реально образованных людей Это было другое И вот все клерки Они были оттуда Они там и знали, я думаю Что и Руссо, и Шопенгауэр И всех остальных И в общем Язык там был подвешен Все чудесно Они знали все как надо Другая была проблема В том, что когда возникли Вот эти все армии беспризорных Начальник Товарища Макаренко Не будучи Судя по тому, как он говорит Шибко образованным человеком Он говорил, что Мы не можем пойти Как в царской России Делать тюрьмы Для малолетних преступников Нам не нужны малолетние преступники Где-то в конкретном месте Разница будет только в том Что тут они сейчас бегают везде Чистят карманы Грабят А так мы их потом соберем в кучу Там вроде будет хорошо Но сами они по себе Никуда не денутся Они будут И они так в этой среде В этом котле вариться Надо будет Они будут мимикрировать Сходить с троем Они будут ходить с троем Руки за спину Руки за спину Но сами по себе Не такие останутся А этого не надо Куча умников знают Как что делать Но кого они предлагают Все отказываются Почему? Ну либо побьют Либо зарежут Мы на это пойти Никак не можем На что ему Макаренко говорит Слушай Вот если честно Я понимаю, что такая проблема Но я не знаю, что делать Я не знаю, что делать Как говорится Другой уровень Я готов взяться Даже если Да только Не знаю, что делать Могу накосячить А стоит не накосячить Они меня съедят Напишут кучу бумаг Ты же их прочитаешь И мне же башку отвернешь На что начальник говорит Нет Будут писать Я им скажу Я его увольняю Вы идете на его место И делаете как надо Судя по тому, что вы пишете Вы же умеете Идите делайте Они пойдут в отказ Я им скажу свободный Макаренко не отступает И говорит Слушай, ну я же не знаю Значит я могу тупо Накосячить по незнанию Но что ему начальник говорит Слушай, Бартелло Ты давай делай Я знаю Что ты ничего не знаешь Ты молодец Честно признаешься Что готов взяться Но только Как говорится Ввязаться в бой А там посмотрим Как товарищ Наполеон говорил Ну вот У него В конце концов Как-то все не очень Там радужно закончилось На то ему Макаренко и объясняет На что начальник и говорит Все Делать Вот тебе деньги Есть шикарное место Судя по диалогу Потом оказывается Он говорит А на корову денег дашь Он говорит Какая корова В шикарном месте Сначала надо окна все застеклить Место хорошее Ну без окон А вот И зима на носу Поэтому На что они Пожали друг другу руки И все началось Название Второй Что это Подглавки Бесславное начало Колонии имени Горького Понимаете Бесславное Кино есть такое Импортное Про суперпобедителей Великой Отечественной войны Слушайте Чуть-чуть зачитаю Первые месяцы Нашей колонии Для меня и моих товарищей Были не только месяцами Отчаяния И бессильного напряжения Они были еще и месяцами Поисков истины Я во всю жизнь Не прочитал Столько педагогической Литературы Сколько зимой 1920 года На этот момент В стране идет Гражданская война И интервенция Ну правильно говорить Интервенция И гражданская война Ну на что Собственно Следующий абзац Это было Время Врангеля И польской войны Врангель Где-то был близко Возле Новомиргорода Совсем недалеко от нас В Черкассах Воевали поляки По всей Украине Бродили батьки Вокруг нас Многие находились В блокитно-желтом Очаровании Но мы В нашем лесу Подперев голову руками Старались забыть О громких Великих событиях И читали Пилогические книги Ничего не все К вопросу о контексте Знакомо ли вам что-то Какие-то уникальные события Как на территориях Занятых Белой армией Вылавливали Этих же самых Беспризорных Пытались их Как-то там Во что-то там Как-то Что-то Облагородить Окультурить Социализировать Бла-бла-бла-бла-бла-бла Известны ли вам Такие случаи Мне нет Главным результатом Этого чтения Была крепкая И почему-то Вдруг основательна Уверенность Что в моих руках Никакой науки нет И никакой теории нет Что теорию Нужно извлечь Из всей суммы Реальных явлений Происходящих На моих глазах Я сначала Даже не понял А просто увидел Что мне нужны Не книжные формулы Которые я все равно Не мог применить К делу А немедленный анализ И немедленное действие А тем временем Колония Все больше и больше Напоминала Воровскую малину При воспитателях Начали рассказывать Похабные анекдоты Грубо требовали Подачи обеда Швырялись Тарелками в столовой Демонстративно Играли финками И глумливо Расспрашивали Сколько у кого Есть добра В жизни Может пригодиться Я напоминаю Что там Кому-то Может быть Было лет По восемнадцать И они скрывались За более малолетний возраст Чтобы Ну просто Чекисты их там По соответствующей статье К стенке не поставили А были семнадцать Шестнадцать лет Вполне такие Великовозрастные юноши Которые вполне могли Как говорится Ножами размахивать Они решительно Отказывались Рубить дрова Топить печи Ну и всячески Как-то работать А уже Зима Разобрали Грубо говоря В соседнем здании Крышу В этой же колонии Сказали На наш век Хватит Причем Культурно Посмеиваясь Ну как бы Ну Кто вы И кто мы Товарища Макаренко Перекрыло И вот Свершилось Я не удержался На педагогическом канате В одно зимнее утро Я предложил Задорову Пойти Нарубить дров Для кухни Услышал Обычный Задорно Веселый ответ Иди сам Наруби Многого Стоп Это впервые Ко мне Обратились На ты В состоянии Гнева И обиды Доведенный До отчаяния И остервенения Всеми предшествующими Месяцами Я размахнулся И ударил Задорово По щеке Ударил Сильно Он не удержался На ногах И повалился На печку Я ударил Второй раз Схватил Его за шиворот Приподнял И ударил Третий раз Я вдруг Увидел Что он страшно Испугался Бледный С трясущимися руками Он поспешил Надеть фуражку Потом снял ее И снова надел Я вероятно Еще бил бы его Но он тихо И со соном Прошептал Простите Антон Семенович Мой гнев Был настолько Дик и неумерен Что я чувствовал Скажи кто-нибудь Слово против меня Я брошусь На всех Буду стремиться К убийству К уничтожению Этой своры Бандитов У меня в руках Очутилась Железная кочерга Он заставил их Собраться А там были Пять человек Каждый Размером Крепостью Молодостью И силой Сильнее К тому времени Товарища Макаренко Который в принципе Был довольно Чедушного Чахотошного Вида гражданин Взяли Пошли Стали рубить дрова Пилить Он пошел Со здоровыми парнями У которого Каждого там был Топор Пила Могли просто Уделать там В лесу Перерыв В перерыве Мы смущенно Закурили Из моего запаса Макворки И пуская дым К верхушке Софин Задоров Вдруг разразился Смехом А здорово Ха-ха-ха Что здорово Работа Работа Само собой Нет А вот как Вы меня Съездили Задоров Задоров Большой Сильный Юноша И смеяться Ему Конечно Было Уместно Я и то Удивился Как я Решился Тронуть Такого Богатыря Он Залился Смехом И продолжал Хохотать Взял топор И направился К дереву История Ха-ха-ха Обедали мы Вместе С аппетитом И шутками На утреннего События Не вспоминали Я себя чувствовал Все же неловко Но уже решил Не сдавать тона И уверенно Распорядился После обеда Волохов Ухмыльнулся Но Задоров Подошел Ко мне С самой Серьезной Рожей Мы не такие Плохие Антон Семенович Все будет хорошо Мы понимаем Вот такое Начало Такой Заворот Событий Который Говорит о том Что вот Одна Статья Первая Это Организация Колоний А вторая Говорит о том Что вот уже Несколько месяцев Творится Беспредел Ничто И эти все Воспитатели Они никто И зовут их Никак Сам Макаренко По этому поводу Конечно Где-то Перешивал Где-то Не переживал Ему нужно было Это все Обдумать Мы до этого Дойдем Но многие Говорят Что как это все Неправильно И так далее Хочется Напомнить Такое понятие Как Дно Понимаете Дно Как люди Социально Опустившись На дно Став А Тих Социальными Элементами Отчуждая Человека От всего Свойственного Человеку От материальных Ценностей От том Что он может Страдать Отчуждая То есть Не беря Вообще Во внимание Люди Могут Брать Грабить Уносить Игнори Легко Легко Все Вы для них Никто Предмет Предмет Который Можно всегда Куда-то Задвинуть От него Даже не Воспринимают То что он Может Обижаться Ты никто Зовут тебе Никак Пустое Место И вот Когда вы Падаете На это Дно Как говорят Водоворот Затянул Надо дойти До дна И тогда В сторону С сильным Толчком И как-то Можно А пока Вы пытаетесь Барахтаться Где-то В середине Пытаться Выплыть Во всей Этой Своре Событий Вы из них Никогда Не дойдете Нужно Опуститься До твердых Понятий Представлений О том Как это А в такой Ситуации Представления Одни Если вас Могут Пырнуть Унизить Физически То все Начинается С того Что вы Преодолеваете Вот этот Пункт Вы должны Физически Отстоять Себя И свои Границы Физически И только Тогда На вас Наведут Фокус Понимаете Вы не можете Допустим Ходить сквозь Стены Игнорируя Ну попробуйте Голова болеть Будет Очень сильно И ну Вот Ничего не поделаешь Ее приходится Учитывать Обходить Так примерно И здесь Как только Вы физически Себя Отстояли Показали Что Нет Вот На нас Что на стол Кидаться Больно Будет Все На вас Перестают Кидаться И тогда Можно Прийти на Следующий Какой-то Уровень Характеристика Первичных Потребностей Класс В области Дисциплины Случай с Задоровым Был Поворотным Пунктом Нужно Правду Сказать Я не мучился Угрызениями Совести Да Я избил Воспитанника Я пережил Всю Педагогическую Несуразность Всю Юридическую Незаконность Этого Случая Но в то же Время Я видел Что чистота Моих Педагогических Рук Дело Второстепенное В сравнении Состоящей Передо мной Задачей Я твердо Решил Что буду Диктатором Если другим Методом Не овладею Через Некоторое Время У меня Было Серьезное Столкновение С Волховым Который Будучи Дежурным Не убрал В спальне И отказался Убирать После моего Замечания Я на него Посмотрел Сердитый И сказал Не выводи Меня из себя Убери А то что Морду набьете Права не имеете Я взял Его за воротник Приблизил К себе И зашипел В лицо Совершенно искренне Слушай Последний раз Предупреждаю Не морду набью А изувечу А потом Ты на меня Жалуйся Сяду в допр Ну Допросы И так далее Это не твое дело Волхов Вырвался Из моих рук И сказался Слезами Из-за такого Пустяка В допр Нечего садиться Уберу Черт с вами Я на него Загремел Как ты Разговариваешь Да как же С вами Разговаривать Да ну вас Что Выругайся Он вдруг Засмеялся И махнул рукой Вот человек Смотри ты Уберу Уберу Не кричите Нужно Нужно Однак Заметить Что я Ни одной минуты Не считал Что нашел В насилии Какое-то Всесильное Педагогическое Средство Случай с Задоровым Достался мне Дороже Чем самому Задоровым Я стал бояться Что могу Броситься в сторону Наименьшего Сопротивления Ну и соответственно Его Воспитательницы А он приехал В колонию С двумя Женщинами Воспитателями Они его Стали Донимать Ну как же Что у нас Новый метод Значит мы Тоже по мордасам Можем бить Как А как бы Подначивая его Что же Это происходит То у нас Да как же так Что мы Рабскую психологию Воспитываем И все в таком Духе В таком Духе Я подумал Немного И сказал Екатерине Григорьевне Нет Тут не в рабстве Дело Тут как-то Иначе Вы проанализируйте Хорошенько Ведь Задоров Сильнее меня Он мог бы Меня искалечить Идним ударом А ведь он Ничего не боится Не боится И бурун И другие Во всей этой Истории Они не видят Побоев Они видят Только гнев Человеческий Взрыв Они же прекрасно Понимают Что я мог бы И не бить Мог бы Возвратить Задорова Как неисправимого В комиссию Да У нас много было Так называемых Чрезвычайных Комиссий А там бы Они подумали Сказали О Отправляли себя В 17 лет А вернули в 18 Неисправимый Значит суд И все остальное Как положено Со всеми Вытекающими Оттуда Последствиями Мог бы Причините Много важных Неприятностей Но я этого Не делаю Я пошел На опасный Для себя Но человеческий А не формальный Поступок А колония Им очевидно Все таки нужна Тут сложнее Кроме того Они видят Что мы много Работаем для них Все таки Они люди Это важное Обстоятельство Так Так Начал Формироваться Опыт Опыт Который Потихоньку К чему-то Приводил И вы не поверите 25 страниц Прошло Тем Кому мало Вот я тут Пролистав Начинаю С 32 Страницы Первичная Потребность У человека Пища Поэтому положение С одеждой Нас не так удручало Как положение С пищей Наши воспитанники Всегда были Голодные И это Значительно Усложняло Задачу Их Морального Перевоспитания Только Некоторую Небольшую Часть Своего Аппетита Колонистам Удавалось Удовлетворять При помощи Частных Способов Один Из основных Видов Частной Пищевой Промышленности Была Рыбная Ловля Самым Легким Было Опустошение Ятерей Таких Селков Сетей Короче Которые Ставят Сельчане Ну и Самым Крутым Был товарищ По фамилии Таранец Из воровской Семьи Изначально Он был Ловкий Умелый Мог красть Профессионально Из детства Ну и вот Однажды Вот это все Стало Более-менее На поток Причем На поток Самыми Удачливыми И соответственно То что они Наловили Делилось между Собой И вот Однажды Рыба Потреблялась Сначала Небольшим Кругом Лиц Но к концу Зимы Таранец Неосмотрительно Решил вовлечь В этот круг И меня Он принес В мою комнату Тарелку Жареной рыбы Это вам рыба Вижу Только я не возьму Почему? Потому что Неправильно Рыбу нужно Давать всем Колонистам С какой стати Покраснел Таранец С какой стати Я достал Я теря Я ловил Мокну на речке А давай всем Ну и забирай Свою рыбу Я ничего Не доставал Не мог Ну так это мы вам В подарок Нет Я не согласен Мне все это Не нравится И неправильно Это В чем же тут Неправильность А в том Я терей Ведь вы не купили Я теря Подарены Подарены Хотя там тоже Знаете Подарены А не так Кому? Тебе или всей колонии? Почему всей колонии? Мне А я так думаю Что и мне И всем А сковородки Чьи? Твои? Общие А масло подсолнечное Вы выпрашиваете У кухарки Чье? Общее А дрова? А печь? А ведра? Ну что ты скажешь? А я вот отберу У тебя я теря И конечно будет дело А самое главное Не по-товарищески Мало ли что Твои я теря А ты для товарищей сделай Ловить же Все могут Ну хорошо Сказал Торнец Хай будет так А рыбу Вы все-таки возьмите Рыбу я взял С тех пор Рыбная ловля Сделалась Нарядной работой По очереди И продукция Сдавалась на кухню Ну вот еще Смотрите Один момент Остальные Только очень постепенно И чрезвычайно Медленно Приобщались К приобретениям Человеческой культуры Тем медленнее Чем мы были Беднее И голоднее То есть Чем вам хуже Живется Тем меньше Разговоров Вообще О культуре Если вам Совсем Плохо Помните Есть сейчас Городишко Рио Дей Джанейро И там Есть Так называемые Фавелы Люди Живут В бедноте И что там Сплошной Бандитизм В первый год Нас особенно Удручало Их Постоянное Стремление К ссорить Друг с другом Страшно Слабые Коллективные Связи Разрушаемые На каждом шагу Из-за Пустяковых Ситуаций В замечательной Мере Это проистекало Даже не из Вражды А все Из той же Позы героизма Не корректированной Никакими Политическими Самочувствиями Детей рабочих У нас почти Не было Пролетариат Был для них Чем-то Далеким И неизвестным А к крестьянскому Труду Большинство Относились К глубоким Призрением Не столько Впрочем К труду Сколько К отсталому К крестьянскому Быту К крестьянской Психике Оставался Следовательно Широкий простор Для всякого Своеволия Для проявления Одичавшей Припадочной В своем Одиночестве Личности Картина В общем Была тягостная Но все же Зачатки коллектива Зародившиеся В течение Первой зимы Потихоньку Зеленели В нашем Обществе И эти зачатки И во что бы то ни стало Нужно было спасти Нельзя было Новым пополнением Позволить Приглушить Эти драгоценные Зеленения И вот ситуация В спальне Хлопцы Режутся Я бегом Из комнаты Идет бойня На кровати Огрушенной Толпой Сочувствующих Сидит раненый Молча перевязывает Куском Простыни Порезанную руку Я никогда Не разнимал Дерущихся Но старался Их перекричать За моей спиной Калина Иванович Испуганно шепчет Ой, скорейший Скорейший Голубчик Оба важней Поразит И порежет Один другого Но я стою Молча В дверях И наблюдаю Постепенно Ребята Замечают Мое присутствие И замолкают Быстро Наступает Тишина Которая Приводит Себе И остальных Самых Разъяренных Прячутся Финки Опускаются Кулаки Гневные Матерные Монологи Прерываются На пустом Полусловии Но я Продолжаю Молчать Внутри Меня Самого Закипает Гнев И ненависть Ко всему Этому Дикому Миру Это Ненависть Бессилия Потому что Я очень хорошо Знаю Сегодня Будет Не последний День Наконец В спальне Устанавливается Жуткая Тяжелая Тишина Утихают Даже Глухие Звуки Напряженного Дыхания Тогда Вдруг Взрываюсь Я сам Взрываюсь И в приступе Настоящей Злобы И в совершенно Сознательной Уверенности Что так Нужно Ножи На стол Да скорее Черт На стол Выкладываются Ножи Финки Кухонные Специально Взятые Для расправы Перочинные Самодельные Изготовленные В кузнице Молчание Продолжает Висеть В воздухе Возле стола Стоит И улыбается Задоров Прелестный Милый Задоров Который Сейчас Кажется Мне Единственным Родным Близким Человеком Я еще Коротко Приказываю Кистени Один У меня Я отнял Говорит Задоров Все стоят Опустив Головы Спать Я ухожу Из спальни Пока все Не укладываются На другой День Не вспоминать Вечернего Скандала Я тоже Ничего Не напоминаю О нем Проходит Месяц Другой В течение Этого Времени Отдельные Очаги Вражды В каких-то Тайных Углах Слабо Чадят Вдруг Опять Разрывается Бомба И опять Разъеденные Потерявшие Человеческий Вид Колонисты Гоняются С ножом Друг за Другом В один Из вечеров Я увидел Что мне Необходимо Прикрутить Гайку Как у нас Говорят После Одной Из драк Я приказываю Чоботу Одному Из самых Неугомонных Рыцарей Финки Идти В мою Комнату Он Покорно Бредет У себя Я ему Говорю Тебе Придется Оставить Колонию А куда Я пойду Я тебе Советую Идти туда Где позволено Резаться Ножами Сегодня Ты Из-за Того Что Товарищ Не уступил Тебе Место В столовой Пырнул Его ножом Вот И ищи Такое место Где Споры Разрешаются Ножом Когда Мне идти Завтра Утром Он Угрюмо Уходит Утром За завтраком Все ребята Обращаются Ко мне С просьбой Пусть Чобот Останется Они За него Ручаются Чем Ручаетесь Не Понимаю Чем Ручаетесь Вот Если Он Все Таки Возьмет Нож Что Вы Тогда Будете Делать Тогда Вы Его Выгоните Значит Вы Ничем Не Ручаетесь Нет Он Пойдет Из Колонии Че Вот После Завтрака Подошел Ко мне И сказал Прощайте Антон Семенович Спасибо За науку До Свидания Не Поминай Лихом Если Будет Трудно Приходи Но Не Раньше Чем Через Две Недели Через Месяц Он Пришел Исхудавший И Бледный Я Вот Пришел Как Вы Сказали Не Нашел Такого Места Он Улыбнулся Отчего Ж Не Нашел Есть Такие Места Я Буду В Колонии Я Не Буду Брать Ножа В Руки Колонисты Любовно Встретили Нас В Спальне Все Такие Простили Мы Говорили Ну То Есть Вот Тут У меня Подписано Бестолочи Да То Есть Там Было Какое Прощение Нет Сработал Принцип Дай Дорогу Дорогу Ты Такой Иди Живи В Миру Рано Или Поздно Мир Тебе Ответит Сообразно А то Может Еще И Нахлобучить Сверху С Бонусами И Это 66 Страница Закончилась Тут У Я хотел бы Все Почитать Напомните Я сказал Я прочитал 100 Почему 100 Ну Потому что На 100 И вот тут Заканчивается 12 Ну Такая Статейка А на 101 Знаете Что начинается Сейчас Вам скажу Зима И весна 22 Года Были Наполнены Страшными Взрывами В колонии Мини Горького Они следовали Один за другим Почти без Передышки И в моей памяти Сейчас Сливаются В какой-то Общий клубок Несчастье Неожиданно У нас Открылся Антисемитизм Проявлялся Он в простой Вещи В колонию Привезли 5 или 6 Парней Евреев Причем Такого Небольшого Возраста Лет до 13 Ну и Самые Отъявленные К тому Времени Вы Наверное По истории Помните Вот эта Черта Оседлости Куда Евреям Было Нельзя Еще Все эти Погромы Последние Громки Кишиневские В том числе Формировали в народе Даже в таком Маленьком Бестолковом Который Шибко подумать Ничего не мог Вот эти вот Зачатки того Что там Кто-то в чем-то Виноват И И Этих Евреев Начали Как это сейчас Модно говорить Буллинг Травлю Начали А учитывая Культурный уровень Что это Забыли За Дети Их Тупо Лупили Каждый день По любому Поводу И при этом Получали от этого Удовольствие И вот Такую Проблему Пришлось Тоже Решать Понимаете И тут Я прочитал Сто И решил Что Ну все Сейчас Буду Что-то Снимать А потом Так Краем Глаза Начал Видите Так Пробегать Что там У нас В этой Статейке О чем Речь Неожиданно Открылся Антисемитизм Итак Предлагаю Читать Предлагаю Вникать Вперед